Обратите внимание, здесь метки, вот такая голубенькая, красненькая. Вот по голубой метке можно вот отсюда, от СФУ, дойти до Красноярской ГЭС. Это маршрут более 42 километров. Основатель проекта «Красноярский хайкинг» Анатолий Безверхий рассказывает, ходьба по размеченным природным тропам невероятно популярна. Например, здесь, в лесу за Сибирским федеральным университетом, даже в рабочие дни много людей, а в выходные – настоящее паломничество. Недалеко от остановки есть карта с маршрутами, и скоро прогулки по ним станут доступны для еще более широкого круга горожан. Хайкинг, он, видите, он же рассчитан на разные категории людей, и для спортсменов, и для мам с колясками и так далее. Если говорить о существующих тропах, ну, конечно, есть некие нюансы, когда здесь межсезонье, после дождя, ну, тропы эти довольно грязные становятся, с колясками вот по таким вот, ну, тропам ходить, наверное, не очень удобно. К середине осени эта проблема будет решена. На площади в 60 гектаров появится парк «Гремячая грива». В нем проложат 4 километра дорожек для пешеходов и вдвое больше для велосипедистов и роллеров. Причем пересекаться друг с другом они будут очень редко. Главное отличие парка от многих подобных – при его создании не будет спилено ни одно дерево. Весь лес останется таким же, как сейчас. Проектировщики рассказывают, когда вот на такой тропинке появляется лужа, люди начинают обходить ее по траве, и в результате вытаптывают лес все больше и больше. Поэтому специальные дорожки с покрытием, пропускающим воду, должны защитить природу от ног человека. В парке уберут сломанные турники, вместо них поставят новые спортивные снаряды. Появятся павильоны с прокатом инвентаря и информационные стенды, теплые уборные, игровые смотровые площадки, геологический музей под открытым небом, лавочки и урны. Зимой на дорожках будет появляться лыжня. Мы попытались подойти очень экологично, использовать только натуральные материалы в строительстве, то есть это деревянные будут павильоны, и в довольно лаконичном стиле, который не будет ярко выраженный, там бросаться в глаза, а наоборот будет растворяться в естественном ландшафте. С инициативой создать такой парк выступил глава края Александр Русс. И дело спорится. Сейчас рабочие заливают фундамент для первого административного строения, а все работы в парке обещают закончить уже в начале октября. Мария Антюшева, Александр Ермошенко, Енисей, Новости.